Экологическая катастрофа местного значения. Жители города Канаж обратились в отделение Общероссийского народного фронта с просьбой о помощи. Исток реки Аниш забит свалкой. Наша съемочная группа отправилась на место событий. Это исток реки Аниш. Раньше здесь водилась рыба, андатры, утки, прилетали и выводили утят. Сейчас это место больше напоминает экологическую катастрофу. Здесь по-прежнему можно встретить уточек. Вот только плавают они по соседству с пластиком, бутылками и картоном. 20 лет назад жители города Канаж знали это место как пляж и купались здесь. Потом берега застроились гаражами. В этом жители и видят основную причину загрязнения. С тех пор весь мусор гаражного кооператива не вывозится, а сбрасывается в реку. Пройдя почти километр вдоль реки, мы не увидели ни одного контейнера. Мы видим, что, к сожалению, проблема давняя, застарелая. То есть здесь, конечно, претензии к самим собственникам этих гаражей. Мы видим, что тут и канистры, и запчасти от автомобилей. То есть имея в собственности гаражи, то есть люди все это выбрасывают. И видно, что годами и годами захламляли всю эту территорию. Ну, вопрос достаточно серьезный. То есть тут большое поле деятельности для администрации, ну и, конечно же, для самих собственников этих гаражей и для руководства гаражных кооперативов. Поскольку собственник этой земли муниципалитет, то администрация города вместе с гаражным кооперативом ответственна за вывоз мусора. Интересно то, что сами гаражи находятся в водоохранной зоне. Расстояние от них до реки не больше 10 метров. А значит, по закону гаражей здесь быть не должно. Почему изначально была разрешена застройка, непонятно. Представители администрации не могут ответить на этот вопрос. Ну, это было до меня. Я сейчас, к сожалению, не могу это комментировать. С проблемой жители города обращались не раз и в администрацию Канашан, и к депутатам, и даже в Росприроднадзор Чувашии. Зинаида Гарифулина даже написала обращение на сайт интерактивная карта свалок, но особого результата так и не добилась. Мне присылают ответы, что они мое обращение перенаправили в городскую администрацию Канаша, и они должны принять какие-то меры по наведению порядка на реке. А между тем, ситуация ухудшается с каждым днем. Причем, как оказалось, именно из этой реки и пьют сами жители города. Вода этой речки втекает в реку Ута. А на реке Ута, около деревни Бахтиярово, построен водозабор, который питает, ну, подает воду для населения города Канаш. Получается так, население загрязняет, потом эту уже воду пьют. По мнению гидрогеологов, речку еще можно спасти. Для этого ее нужно полностью очистить и больше не загрязнять. Жители города железнодорожников настойчиво спрашивали представителей администрации, когда же решится проблема. Все это будет убираться муниципальным предприятием, управляющим компанией жильцов коммунального хозяйства. Сроки. Сроки. Какие мы установим? Жизнь месяц. Жизнь месяц. Ну, то есть, с какого числа можно прийти и увидеть, что здесь ничего не лежит? Скажите, мы придем этим числом туда, пожалуйста. 1 сентября, наверное, да. 1 сентября. Субботники будем проводить. До дня города обязательно не один субботник еще проведем. В том числе будем вылавливать тот мусор бытовой, который у нас находится здесь в воде. 1 сентября. Именно до этого дня администрация Канаша пообещала облагородить территорию. И было бы неплохо, если бы к ним присоединились и сами жители. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.